Всем привет! Меня зовут Анастасия Овчинникова, и сегодня в нашей импровизированной студии редколлегии певец, телеведущий и бывший фронтмен-группы Hi-Fi Митя Фомин. Привет, Митя! Привет! Сегодня Митя выступает перед Забайкальскими выпускниками, прямо сейчас приехал из военного госпиталя, где дал концерт перед вернувшимся с фронта бойцами. Почти 10 лет назад у вас появился концерт «Песни весны, любви и победы», специальный к дню 70-летия победы. Вы с ним же выступали? К сожалению, нет. Почему? Потому что это был большой проект, который я готовил на собственные деньги, он был абсолютно благотворительным. Идея пришла сама по себе. Вот весь ужас войны, который нам привили и воспитали в Советском Союзе и в России, соответственно, он, мне кажется, навсегда останется в нашем сознании. И причем в том, что, слава богу, мы того ужаса не знаем. Фильмы, хроника, книги, романы, песни, огромное культурное наследие, которое осталось после войны, оно возникло неспроста. Когда в 10 лет назад, что называется, ничто не предвещало беды, я подумал о том, что я могу как музыкант сделать для того, чтобы напомнить людям о том, что мир это не константа. И в то время еще, вы знаете, это было как бы непопулярно. Как это, может быть, непопсово звучит сейчас это слово, да, непопулярно петь этот репертуар, эти песни. Но мне хотелось как-то, вы знаете, прозвучать с ними, потому что 70 лет, у меня дед воевал. И в общем, ну как бы мы же всегда вот жили с этим ощущением вот ушедшей беды. И ушедшей как будто бы навсегда, да? Бьется пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги, До степной бурья. Мне хотелось как бы вот напомнить о том, что все, что мы сейчас имеем, нашу жизнь, нашу обычную жизнь, нашу занятость, наше хобби, наши влюбленности, наше время рождения, все это, все как бы отвоевано, понимаете, это все, этого не было бы ничего. Поэтому для меня всегда был важен праздник 9 мая. Я его ставил всегда выше всех, независимо от того, что сейчас как бы это действительно является актуальным. Тогда праздник 9 мая, он был большим и торжественный, но как бы его многие люди, которые не знали, что такое война, как бы он проходил, между прочим. Я собрал музыкантов, я собрал репертуар. Мне оказала поддержку дирекция Музея Великой Отечественной войны на Баклоне-на-горе. Таким образом, у меня было 20 песен военных лет, которые я выбрал по принципу чувственности. И знаете, когда я собирал эту коллекцию, когда я слушал эти песни, читал стихи, я понял, что во время войны люди мало пели о страданиях, они мало пели о боли, о том, что такое война, об ужасах. В войне они пели, как они скучали, не пели, как они любили, они пели, как они хотели вернуться домой и начать все сначала. И таким образом родился проект песни «Любви весны и победы». Пускай зерва забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Ой, следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. В общем, мы продумали все. У нас была сначала экскурсия для всех желающих, она абсолютно была бесплатная. Затем билеты мы не продавали, они были розданы по электронной регистрации, еще в то время особо не популярны. Среди тех, кто хотел прийти, это были ветераны, это были детские дома, это были социальные какие-то группы людей, которые обычно не ходят на концерты, это были инвалиды Великой Отечественной войны. Я исполнял эти песни, сшиты были отдельные специальные костюмы дизайнером Ольги Солдатовой. У нас была оригинальная графика, видеографика. В режиме реального времени работала художник по песку и рисовала эти красивейшие сюжеты. Буквально, когда она слышала, что про что поют, с каким ощущением. Вы знаете, я за спектакль, я не проронил ни слова. Я вообще очень много говорю на концертах. Я такой человек, который такой конферанс, где надо, где не надо. И тут я решил, что я ничего не буду. Говорю, что я могу сказать этим людям о войне. Ничего. Лишь только то, что я слышал, то, что я знаю. И в перерывах между песнями мы пускали монологи ветеранов. Они были самые разные. Это были воспоминания и страшные, и горькие, и забавные. И про любое. В общем, про все это было. Я вспоминаю сейчас, я понимаю, что жизнь, она никуда не уходит. Она, в принципе, продолжается. Она должна продолжаться. Когда я вышел после концерта, я мне казалось, как все плохо, как я плохо спил, как я плохо справился. В общем, мне показалось, что все, ничего не получилось. Но когда меня вызвали на БИС-зал, я понял, что вся эта работа была сделана не зря. И после у нас была организована полевая кухня. Мы всех угощали кашей, наливали стопочку и так далее, и так далее, как это было в то время. И почему я так много об этом говорю? Потому что я пою эти песни везде, где меня просят. Особенно сейчас. Но сегодня я спел только «Катюшу». Потому что «Катюша» – это песня, которую, вы знаете, ее хочется петь, потому что она про любовь. Она про долг. Про долг каждого из нас. У девушек один долг, у молодых людей другой. И как бы неминуемо все встречаются и думают о том, как же все-таки мирно жить и основывать семьи. Ты песни, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. И я эту песню пел всегда на 9 мая. Более того, иногда ее даже пою, когда я понимаю, что она уместна, я пою ее и просто вне праздников, вне 23 февраля, 9 мая, просто потому что вообще это хорошая песня. И очень много замечательных песен. Совсем скоро выступление перед выпускниками, перед ним было в военном госпитале. Вы к таким контрастам уже, наверное, давно привыкли, но люди после спецоперации, это не совсем обычная аудитория. Каково вам было перед ними выступать? Это как-то вас затягивает в рефлексию? Или вы отключаетесь между выступлениями? Вы знаете, для нас это очень ответственная история. Для нас это большая честь выступать для этих людей. Конечно, для меня это очень волнительно, еще ко всему прочему, потому что, знаете, я такое ощущение, что я иду на какой-то очень важный экзамен. И нужно быть максимально открытым, максимально честным, потому что эти люди видели то, чего не видели большинство даже неподозревающих, мирно живущих людей на всей остальной территории России, которые занимаются, как ни в чем не бывало, своими делами. И вы знаете, слава богу, слава богу, что есть такая возможность, вам сказать спасибо. Давайте вместе, друзья! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-Лай Всё будет хорошо, ла-ла-ла-лай, Куда бы ты ни шёл, направо крупный бой, На левый мир пустой, но самим забыки. Ла-ла-ла-ла-лай, всё будет хорошо, Ла-ла-ла-лай, куда бы ты ни шёл, На левый мир пустой, но самим забыки. Все будет хорошо. Это люди, которым стоит действительно всегда говорить спасибо, потому что кто-то выбрал эту профессию, кто-то выбрал стать врачом, кто-то там еще кем-то. И слава богу, что, понимаете, мы все на своих местах, и мы делаем то, что и в итоге становится государственным. Кто-то печет хлеб, кто-то там поет песни, кто-то, понимаете, учит детей, кто-то делает операции. Я говорю о том, что если вдруг вы придете завтра в булочную и не найдете хлеба, вы, ну, как бы, вы, наверное, как бы вам будет невдомек, и вам будет голодно, как и, собственно, и другие структуры в любом государстве. Поэтому, когда я понимаю, что вот эти люди, они на своем месте, и они охраняют и защищают, я просто снимаю шляпу. Я снимаю шляпу и говорю, огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что у нас тогда есть возможность делать то, что мы умеем, понимаете, и что нужно другим людям. И мы все друг другу нужны. И когда я сегодня ехал, я понимал, что я должен подарить какую-то минуту отдохновения, я должен подарить какое-то впечатление, потому что я, как тоже, как обыватель, который приходит на чужие концерты, спектакли, кино, мне хочется абстрагироваться. Я хочу провалиться в перформансах, хочу провалиться в другую реальность и забыть тоже какие-то есть проблемы. Понятно, что другие, да, но и для любого зрителя, да, это особенные зрители, это пациенты, это бойцы, им тем более нужно, нужна вот эта надежда, нужна ощущение нормальной, вот такой какой-то полноценной жизни, да, к которой они за это вернутся. Мне кажется, никто, как артисты, должны своим долгом вот это вот чувство воскрешать, потому что стихи, песни, правильные мысли, правильный настрой очень важны. Мы же все живем, вот у нас все в голове, да, и в зависимости от того, насколько человек правильно выстраивает иерархию своих страхов, опасений, мыслей, планов, амбиции, нам комфортно, некомфортно. Поэтому я считаю, что артист тот камертон, который должен правильно настраивать именно на дело, на будущее, на подвиги, все что угодно. Я приехал со своим репертуаром, понимаете, я пою эти песни, там, 20 с лишним лет, и пою на самых разных праздниках, концертах. Но сегодня они звучали совершенно особенно. Более того, я могу сказать, что мы прямо с самолета, который задержался. Мы уже в Чите, и я хочу сказать, что не зря на то, что мы в 8 часов присидели в самолете, мы в хорошем настроении, мы все оружие, собираемся сегодня увидеться со всеми вами и спеть наши лучшие песни. Ну мы тертые калачи, вы знаете, мы много где бывали, мы много, мы, понимаете, из огня до в полымя, мне не привыкать. Я люблю это. И я, когда я вижу понимающие глаза, которые не прячутся, вы знаете, ну вот есть иногда такие вот ситуации, когда ты понимаешь, что ты не уместен, ты что-то, может быть, не так почувствовал публику, ты что-то не то, что-то сказанного, что-то резануло, и ты всегда чувствуешь людям не уютно, что им это не зашло. Мне кажется, что сегодня сегодня было все гармонично, да, и это то, чтобы мы все помогали друг другу. Поэтому я здесь, и я вообще считаю, что когда артиста зовут петь, он не может отказываться, особенно вот для такой категории слушателей. Как они вас встретили? Хорошо встретили. Конечно же, сначала это ну какая-то идентификация, то есть тебя, что называется, встречают по одежке. Как-то вот пытался максимально подготовиться, и я сегодня в льне, в крымском бренде, как-то чтобы хотя бы быть как-то созвучным по цвету, понимаете? Но самое главное – это настроение и твой посыл, который ты несешь к людям, которые тебя защищают. Поэтому я волновался, я забыл слова, там где-то мы с ребятами не репетировали, потому что им были предоставлены акустические гитары. Они у меня обычно играют на электрогитарах. Буквально у нас было минуты три, мы что-то прошли, несколько песен, и в общем, как бы вот оказались сразу же на сцене. Но зал со мной пел, он аплодировал, и что самое главное – знаете, никогда зритель не подойдет к вам после спектакля, и концерт, если ему не понравилось. Ну, они похлопают, уйдут молча. А тут подходили и говорили спасибо. Мне было приятно. А как у вас с зумерами? Насколько их много среди вашей аудитории? Я знаю, что вы не стараетесь им угодить, это круто, но вопрос другой. Чему вы в них учитесь? Что-то ценного вы в них можете подметить? Мне кажется, что самое ценное, что в них есть – это молодость. Это, да, энергетика и тот вайб, который они несут. И, в общем, ну, независимо от того, что ты делаешь, вообще молодость – это, как сказал кто-то, недостаток, который быстро проходит. Но вообще в молодости есть огромное количество преимуществ, и это то, что ты ничего не боишься, что у тебя море по колено, горы по плечу, и тебе совершенно ничего не страшно, и ты вообще готов во все тяжкие. Что, в принципе, и происходит. Но я, понимаете, я вообще не считаю себя человеком как бы пожилым, хотя мне 50. Я не могу сказать, что я там чему-то, что-то такое вот подчерпываю какие-то для меня незаменимые какие-то вещи, но всегда находиться в компании молодых, моложе тебя людей – это всегда классно, потому что ты понимаешь, что ты чего-то не догоняешь. И хочется чуть-чуть как бы свою олдскульность эту побороть, потому что все равно мы все заточены на то, чтобы быть моложе. Человек так устроен. Он хочет жить дольше, соответственно, хочет быть моложе, энергичнее, и так далее, и так далее. Почему мы так негативно относимся к взрослению, что называется, ну пускай подназовем так, старости, да? Потому что это, как правило, сопряжено с уменьшением энергии, внешних качеств, мыслительного процесса, биологические процессы, грубо говоря, увядания. Но давайте сейчас обратим внимание, как могут классно выглядеть люди, которым 50, 60 и выше. Посмотрите, как классно выглядит Газманов. Посмотрите, не знаю, как классно выглядит Шер. Посмотрите, как классно выглядят люди, которые мы сняли в моем реалити на все 100, который идет на всех цифровых площадках. Это реалити о долгожителях во всей стране. Так у меня там герои 80, 90, 100 лет, которые просто некоторых молодых, что называется, заткнут за пояс. Да, может быть, у них нету столько возможностей, как там у голливудских или отечественных звезд, чтобы там, не знаю, подтянуть там лицо или как-то иначе. Но дело в том, что мы же говорим об энергетике, мы говорим о том, что человек транслирует. Так вот, мне важно, чтобы... Вернее, мне было бы прикольно, если зумеры транслировали... Я вообще за оригинальность. Я всегда за аутентичность. Вот, к сожалению, если мы говорим как бы о моей сфере, я не вижу особенных прорывов в поп-культуре, если не взять какие-то выдающиеся каверы или новое прочтение уже давно известных хитов. Более того, я смотрю на то, как они одеваются, на ту моду, как бы это все пройдено. Мы так одевались 30 лет назад. Если бы это была другая совершенно одежда, не знаю, там, какие-то скафандры, может быть, это какая-то была и диджитал одежда, которая тут же, понимаете, ты мог по щелчку менять внешний образ или там... Ну, в общем, какой-то... Я всегда за прогресс, понимаете? Это было бы классно, это было супер, и это придет, да? Но, наверное, не с зумерами, потому что сейчас, несмотря на то, что яркие, я не совсем понимаю, про что эти люди. Правда. То есть меня, конечно, сейчас, наверное, там захейтят, и, да, может быть, там будет куча комментариев, но мне, честно говоря, все равно я за харизму. Вот мне всегда хочется в новых героях видеть харизму. Ну, этим ребятам, мне кажется, условно понятнее инстасамка, вы уж простите, но это не характеризует нынешнюю молодежь, это скорее просто тренды. Она прекрасно держится, она классно выступает, у нее замечательные песни, и, в общем, недавно они получили даже премию Муз-ТВ за... Лучший кавер. Хороший кавер, впрочем, да. И я вижу, как артистка инвестиционирует. Я помню какие-то странные заявления от нее, и сейчас я вижу, что девочка созрела, и, слушайте, Лолита, а бы с кем мне, не споет. Я так понимаю, что она в нее видела зерно, и классно, что у них такое так получилось. Как вы считаете, что должно наступить, чтобы началась новая эра в поп-музыке? У меня есть версия, у меня есть, вернее, теория, что все-таки поп-музыка это продолжение фольклорной музыки. И если мы действительно сейчас посмотрим на некоторые образцы звучащих песен в медиа, то мы услышим просто реальные частушки. Частушки, очень простую, мелодическую форму, про слова я просто молчу. И это фольклор, это народное творчество в прямом смысле этого слова. Посмотрите, что транслируют музыкальные каналы, если мы все-таки говорим о поколении более младшем, то это подъезды, хрущевки, простые советские автомобили, непритязательно спортивные костюмы. Это фольклор. Если редкий артист сейчас замахивается на какую-то художественную ценность, смысл своих работ, а зря. Да, потому что людям фольклора хватает и в жизни. Понимаете, ну, мы все, как бы я родом СССР, мне вот этого всего вов в жизни хватило. Понимаете, я сам вырос в этих подъездах, с коврами рядом, с гопниками, с этим всем. Поэтому, ну, как бы, ребят, enough. Просто enough. Вы можете сделать что-то поинтереснее, покрасивее, поглубже, по, не знаю, там, сказочни, как угодно. И некоторые делают, и классно, что они уходят от, ну, как бы, вот от этого стандарта. И хотя он тоже нужен, ради бога, я не против, да, но ведь, и самое главное, что, главное, и мы тоже начинаем смотреть, а, вот это вот модно, а, вот это в тренде, и тоже чуть-чуть, как бы, этому всему, вот этому уподобляться. Ну, камон, да, ну, все-таки артист, он должен быть, как бы, знаете, ну, другим. Еще вы рассказывали о буллинге, о том, что вам устраивали темные, и о том, что вы всегда вызывали какое-то противостояние. Закончилось ли это противостояние там, в детстве, или оно переросло во что-то постоянное? Сейчас вы с чем-то боретесь внутри или в целом? Вы знаете, я вот перестал бороться. Потому что это твое состояние. Ну, ты вот, ты хочешь бороться с ветряными мельницами, ты с ними борешься. Я, знаете, ничего такого в жизни не делаю, чтобы вызывать хейт или противоречие. Кому-то еще что-то не нравится, ведь это абсолютно свободный мир, вам не обязательно сидеть в социальных сетях людей, которые вам противны. Тем не менее, сидят, сидят же, пишут, исходят вообще на дерьмо, простите, там что-то. Я думаю, господи, неужели вам не жалко собственного времени? Неужели вам есть, ну, как бы нечем настолько заняться, что вы сидите и там что-то, и что-то выдавливаете из себя яд? Поэтому, ну, например, с этими людьми я вообще не боюсь, я их не замечаю. Вызывает какие-то противоречия, хамство, когда люди выдают желаемое задействительное, ставят с ног на голову, да, и это все какой-то абсурд, превращается в театр абсурда, когда ты хочешь, в общем-то, четкого, логического общения с некоторыми, вранье мне тоже, честно говоря, не очень как бы впечатляет. Бороться с этим бесполезно. Людей же воспитали, у них были свои родители и учителя, отлично, все, вот, и общайтесь с кем, с тем, с кем вам хочется, только не со мной, поэтому я здесь лучше развернусь и уйду в сторону, я не буду читать нотации, я не буду там что-то высокопарно говорить, нет, я вот пойду лучше, знаете, книжку почитаю, и так, у меня то, на это у меня не хватает времени. Или там посплю. Что вы скажете сегодня выпускникам со сцены? Это классное время, это замечательное время предвосхищения, время, я завидую, я завидую вам, потому что у вас все же впереди, и вы можете сейчас сделать все, что вы хотите, все абсолютно в наших силах. У вас просто такая вот сейчас пора, не оглядываясь назад, прямо лететь в свое будущее и делать то, что вы хотите. Страна возможностей, по сути, страна огромная. Есть чем заниматься, что осваивать, куча профессий, которые нужны стране, разные самые специалисты. не хватает айтишников, не хватает инженеров, не хватает дизайнеров, понимаете, российских. Классно, что они появляются, но людям хочется носить красивые вещи, мужчинам, женщинам. Я для себя тоже открываю российских дизайнеров, вот это вот пленосемья, крымские. Есть к чему стремиться, потому что, понимаете, как бы то ни было, может быть, я скажу какую-то сейчас крамольную вещь, но все-таки качество услуг, общения, уровень знаний, собственного комфорта, медицины и всего-всего-всего могут быть выше. Мы всегда смотрели, грубо говоря, на западную цивилизацию, которая иногда была впереди на несколько шагов, а может быть, лет. И практически сравнялись, вы знаете, а можно лучше. И для того, чтобы стать лучше, нужны преданные, умные, воспитанные, образованные и любящие люди, которые будут еще ценить жизнь, потому что помимо профессии, труда и так далее, есть еще очень важный аспект, как наслаждение жизнью. И посмотрите, какое количество все строят отелей, резортов, спа, классных ресторанов, отечественные виноделия, ивентов куча, снимают кино, спектакли. И тем нужно тоже уметь наслаждаться и получать от этого удовольствие. Знаете, нам тут в провинции всегда интересно, остаются ли уехавшие сибириками и условно дальневосточниками, сохраняют ли они в себе региональные черты. Вот вы остались? Ой, я не знаю, кто не скажет. да, 20 лет прожил вообще в Москве, хоть бы, не знаю, там, как-то изменилось. Остаюсь ли я региональным человеком? Слушайте, ну... Сибиряком. Сибиряком сто процентов, потому что я всегда, когда приезжаю в любую часть земного шара, я с гордостью говорю, что я сибиряк. Я гордо несу этот титул. Я очень люблю Новосибирск, и мы совсем недавно были на премии НГС. я сижу, я понимаю, что мне нечего сказать, потому что те люди, которые выходят на эту сцену, они просто неподражаемые. Где я вручил премию, господи, это чудесный совершенно формат, потому что понятно, что бизнес-структуры и различные организации, ну, действительно, им нужно признание, они хотят стать лучшим, это про что я говорил, про качество. И, в общем, как бы премии практически все похожи, но вот именно премия НГС, она, вы знаете, она была совершенно чудесной, потому что там перед каждой бизнес-номинацией вы выходили просто святые люди. Народные герои. Святые люди. Господи, где они их берут? Потому что я, знаете, я просто вот меня пригвозило к креслу, и я вот два часа у меня открыл рот, и мурашки с меня не слазили, потому что я говорю, господи, с вас иконы надо писать, потому что вы уже святые при жизни. Им не важно ни собственный комфорт, ни собственный кошелёк, а не про других. Они настолько альтруисты, они настолько из себя, и вот этот свет, понимаете, и вот эта какая-то благость, какая-то бесконечная, и ты понимаешь, что ну вот, не знаю, я, большинство каких-то людей, которых я там знаю, не знаю, но мы очень материальны, мы очень заточены на «А чё, как? А вот если нет? А нет, это я не буду». А эти люди, безусловно, нам надо, конечно, этому учиться и не забывать, что не всё измеряется квадратными метрами, счетами в банке, понимаете, собственной внешностью и так далее, и так далее, хотя это тоже важно. Но тем не менее, и там были одни сибиряки, одни сибиряки, я ещё раз убедился в том, что это классный народ, это настоящие люди. Здорово. Заключительный вопрос глубокий, большой, тёплый. Вы сейчас счастливы? А я сегодня сказал, кстати говоря, на концерте, что вообще состояние счастья, оно эфемерно. Оно не может быть перманентным, потому что иначе ты будешь идиотом, улыбающимся и испытывающим вот это вот ощущение. Нет, я иногда бываю очень несчастен. Но бывают моменты, когда я предельно счастлив, и это классно. Поэтому я эти моменты хочу всё время испытывать и испытывать. Человек так устроен, ему через сложности, через собственную неустроенность он хочет всё равно идти туда, где ему хорошо. поэтому я нам всем желаю, чтобы это ощущение, оно вас не покидало. И несмотря на какие-то сложности, которые, может быть, есть в провинции, в глубинке, может быть, не думаю, конечно, не все устроены, бывает. Надо всегда надеяться на лучшее. Почему уныние считается грехом? Потому что ты сам себя просто выключаешь гасишь, и человек должен всё-таки находить силы, верить в лучшее. И песня один из тех механизмов и тех вещей, которые обязательно помогут преодолеть проблемы. Спасибо, Митя. Это был прекрасный выпуск редколлегии с прекрасным артистом и человеком Митя Вовчиным. Пока. Спасибо.